Здравствуйте уважаемые интернет-сообщества, а также подписчики канала Наиля Порошинова о карбюраторе в общем у меня была проблема на гольф 2 джета проблема заключалась в карбюраторе питцбург 2 е е он стал много кушать плохо себя слушать в общем было решено его заменить на solix какой-нибудь модели я связался с Наилем Порошиным он мне посоветовал solix 5320 для моей машины меня двигатель 16 передний привод в общем что я сделал я сделал на заводе мне сделали прокладочку за место заводской вот такой вот он мне сделали алюминиевую прокладку но немножко произошла ошибка мне сделали ее сильно толстой здесь и как вы видите заводская она сантиметра 2 толщиной а мне заводскую сделали тоже сантиметра 2 вот с такой вот проушиной но как оказалось для карбюратора 5320 нужна верхняя часть прокладки вот такая вот не обязательно такой толщины можно чуть чуть поменьше но именно вот такая вот и нужна прокладка поэтому когда мне сделали на заводе с алюминия 2 сантиметровую мне пришлось надевать еще сверху вот эту получилась высота больше трех сантиметров около четырех впоследствии это помешало установки заводского воздушного фильтра вот так я его пока не закрепил он все таки подошел но подошел неправильно я его я его не могу закрепить как надо вот так я карбюратор установил вот там моя прокладочка алюминиевая видите она толстенькая а потом идет текстолитовая заводская и получилось что вот эта панель теперь мешает естественно панель не мешает мешает толщина прокладок в общем карбюратор я установил тем не менее пустил обратку на магистраль до бензонасоса у меня в принципе здесь обратка есть заводская идет вот сюда подача сюда обратка уходит лишнее но тем не менее все равно обратку поставил использовал родной газовый тросик я его подцепил вместо тросика подсоса вот здесь вот а датчики я все просто отключил обратную пружину подцепил за тормозной шланг пока месь так тросик подсоса я не подключил пока месь установил в одессе резиновую прокладочку с камеры чтобы пыль не подходила теперь массу подцепил на карбюратор для электроклапана электроклапан я подцепил катушки он работает теперь у меня еще встал вопрос с вакуумником заводской вакуумник был вот с таким вот переходником с третьим выходом на травлер по инструкциям и и раньше был вакуумник подключен коллектор вот я его заглушил потом болтом а для нашего карбюратора 5320 надо вакуумник пускать через карбюратор и на травлер через карбюратор выводить шланг через карбюратор на травлер обязательно в общем мне пришлось вот эту хрень удалить и все стало на свои места как надо теперь сапун я подключил вот таким вот способом это фильтр с противогаза воздух оттуда идет очень чистенький впоследствии можно подсоединить его на воздушный фильтр но пока я туда поставил заглушку дальше дальше из которые датчики были у меня подключенным остался вот этот вот а он на коллектор воздух подает каким-то образом в нужный момент я его оставил ну и остальные датчики которые мне не мешали они тоже присутствуют и они не мешают машина не тупит ничего табло все показывает нормально какие лампочки нужны они горят какие не нужны они не горят теперь 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 попробуем завести машину холодный пуск у нас зима февраль месяц машина не заводилась а как вы видите с ночи с вечера даже днем я ее вчера только заводил а уже почти сутки прошло я ее не заводил сейчас посмотрим как она заведется на холодную включаем подсос закрываем а теперь надо попробовать как она заведется у меня с пульта у меня была подключена сигнализация и автозапуск посмотрим как она заведется сейчас убираем подсос понемножечку машина прогревается потихонечку у меня конечно есть электроподогрев я поставил но я им принципиально сегодня не пользуюсь а так у меня машина во дворе стоит мне очень удобно электроподогрев гаража у меня нет ну вот вы видите машина работает прекрасно немножко мне пришлось добавить выключаем ее немножко мне пришлось добавить оборотов то есть добавить топлива там пластмассовый винтик есть я немножко подкрутил добавил для моего двигателя немножко не хватало поставил я сразу четвертый резанный кулачок попробовал его уже в действии карбюратор ездил и на трассу выезжал и так в гору подымался в разные условия на трассе разгонялся до 120 130 километров ночью была плохая видимость и обледеневшая трасса поэтому больше я не стал подавать газу это очень опасно но тем не менее машина чувствует себя прекрасно особенно нравится мне сейчас вторая скорость она как будто заново родилась с пробуксовкой и уходит до бесконечности пока но это конечно на сцеплении сказывается но машина реагирует отлично вообще на газ никаких провалов в карбюрате или нет все прекрасно работает ну что по машине вроде бы все потом конечно мы его улучшим все это подцепление так вроде бы все в порядке ну немножко надо сделать покрасивее и разобраться с воздуханом и кстати что я сейчас делаю сейчас я нашел такую алюминиевую пластинку она толщиной всего лишь 6 миллиметров и я ее сделаю за место которое мне сделали на заводе толстую и в общем у меня получится здесь 2 сантиметра не больше то что надо будет для того чтобы такой фильтр мой воздушный сел на место так как он не хватает ему сесть и вот буквально полтора-два сантиметра я думаю я все это исправлю теперь сам здесь главное правильно нарезать резьбу для шпилек чтобы они были ровненькие под углом 90 градусов и все будет окей хочу выразить благодарность огромное спасибо Наилю Порошину а также сообществу которое постоянно на связи помогает именно они мне помогли решить вопрос с вакуумником большое им всем спасибо